Добрый-добрый-добрый день всем еще раз, хотя дело уже даже близится к вечеру. 19 с лишним у нас на часах, Киев-Москва, но микрофон на друг, это история как игрокам ТВ, и мы комментируем очень занятное действие. На самом деле, Na'Vi играют против команды Vega Squadron, это финал европейской квалификации, и Vega Squadron уже наказывает Na'Vi. Они выигрывают со счетом 1-0, катка в формате Best of 5, и Na'Vi уже горят. То есть, по идее, ничего нового Na'Vi не открыли нам, они уже горят у нас долгое время. Но сам факт, то есть, чтобы вы понимали, что все в мире относительно стабильно, несмотря на какие-то разлады вообще в общей картине. В мире доты все стабильно, Na'Vi начинают любую катку с поражения, а дальше уже как пойдет. Шейкер, последним пиком для команды Natus Vincere. Чен в пике Na'Vi для Artstyle, Spirit Breaker для Fani'ка, Лишак, скорее всего, Дэнди, Герокоптер, это у нас хвост, ну и Шейкер для Санейка. Со стороны команды Vega Squadron. В пике есть уже Queen of Pain для No'One, в пике есть на сложную линию Clockwork, Паша на ужасе будет играть вместе с Дезраптором и кое-кем еще. Сейчас узнаем кое-кем. Ну и Дезраптор, я думаю, что, скорее всего, для Соло. Соло очень удачно отыгрывает на этом герое. Ну и нужен какой-то саппорт Урси. Виспа, кстати, Na'Vi забанили прям-таки со старта. Такие дела. Ну и еще один саппорт, который поможет Урси и Дезраптору все это делать. Ну, Shadow Demon есть у нас в бане? Да, Shadow Demon у нас от Vega Squadron сами отправили в баню. Тут бы, наверное, был бы очень даже хороший. Котел тоже я вижу от Na'Vi в бане. Вот тут по Дурсу что вообще бы заходило? Конечно, какой-то буст по хп-шке, безусловно, помог. Ну и Даззл я вижу от Vega Squadron. Ну, Вичдоктор, наверное, почему бы и нет. Да, ВДМ не в бане, Вичдоктор мог бы смело, в принципе, заходить. Ну или кто-нибудь, кто удерживает долгое время у нас в контроль. Например, Shadow Shaman. Во-первых, это помощь Урсе. Во-вторых, это какой-никакой пуш. Shadow Shaman, я думаю, что Vega Squadron под Урсу забрали бы без вопросов. Во-первых, Хекс. Во-вторых, Шейкл. То есть для Урсы прям раздолье абсолютное. Баунти Хантер от Vega Squadron. Хорошо, другая немножко комбинация. Соло забирает себе Баунти Хантера. Значит, Сёма будет играть на Дезрапторе. Ноуан для квапы в мид, без новостей, Паша. На Урсе будет стоять легкую линию. И Клокверк отправляется у нас в Соло сложную. Со стороны команды Nathos Vincere вообще даже и гадать было нечего. Ну, я так погадал и, как вижу, угадал стопроцентно. Чен. Для артстайла Фаник. Для... Точнее, Спиритбрейкер. Для Фаника. Санейка будет играть на Шейкере. Дэнди в мидлейн идет на Лешраке. И Гирокоптер для Хвоста. Давать Гирокоптер... Давать Хвосту Лешрака просто запрещено. Я думаю, что это на высшем уровне. Нави... Команде Нави запретили. Я думаю, даже где-то на законодательном уровне надо это утвердить, чтобы Хвост не прикасался к Лешраку. Вообще ни в коем разе. Ни в коем. Как к Габлаку нельзя играть на Шейкере, так к Хвосту нельзя прикасаться к Лешраку. Это не его вообще работа. Его работа Гирокоптер. Против команды Вега-Сквадрон Гирокоптер выиграл очень важную катку. Если бы Нави там ее слили, это когда в группе Вега-Сквадрон играли против новей Бест-Оф-2. Так вот, быстренько Нави раскатали у нас Вегу в первой игре. А во второй игре там просто мясо разрывали новей игроки команды Вега-Сквадрон. И если бы не Гирокоптер от Хвоста, то самый известный Гирокоптер, классика вообще Александра Дашкевича. Гирокоптер, который сливает все на протяжении всей игры, а потом в конце покупает рапиру и попрет не попрет. И Хвосту я смотрю с просто завидной стабильностью прет. С завидным постоянством, да? Это вот такая идиома. Стабильностью. Ну что, Нави в большинстве своем на топ-лейне. Будут бороться за руку. Санейка уже здесь с фиссурой, уже тут. Так, а ну-ка. Танцы пошли у нас от Санейка, такое пропускать нельзя. Хвоста там все равно не трогает никто. Санейка, поставил фиссуру, отменил фиссуру. Поставил, отменил. Нет, нет, да. Ну, доигрался уже Санейка, тут кликал по фиссурке, отменял. Вещь популярная. Дэнди. Пока ничего не прокачал, я думаю, что сплит-эст Дэнди может смело прокачать. Ну и Соло, неужели тут на крысу Соло заберет руну? Видит Дэнди Соло, но близко подходить не подходит. Ноан забирает баунти-руну на нижнем лане и на топ-лейне забирает Дэнди у нас баунти-руну. В общем-то все, мидеры определены. Друг друга все прекрасно знают. Ну и... Я думаю, что прочитать друг друга, кто куда и в каком составе пойдет, это вообще не проблема. Фаник у нас отправляется по классике в сложную линию. Отправляется Соло в сложную. Против него будет стоять... Ну, вообще по факту должна стоять трипла. Дэнди уже начинает постепенно харассить у нас Нован. Нован ничего не прокачал. Будет это блинг или что-нибудь еще, сейчас узнаем. Пока что Нован ждет второго левела. Как будет второй левел, там блинг и что-то еще вкачает Нован. Скрим оф пейн или шадоу страйк, это его личное дело. Вообще обычно квапы профессиональные так примерно и делают. И как видим, Нован очень даже профессиональная квапа. Вообще Нован, кстати, катку против команды НИП. Тут просто львиная доля успеха у нас на Нован. Он затащил как только мог. Вот примерно как Дэнди в своей команде. Нован тут за уши вытягивает игры, которые, казалось бы, проиграны уже полностью в хлам. Соло просто на крысу забирает все в артстайле. У меня небольшая пауза такая. Когда Соло забрал у нас крипа, артстайл еще 2 миллисекунды стоял и смотрел вдаль куда-то. Типа, ну твою... Да что... И так будет, наверное, и дальше. Забирает гарпи у нас артстайл. И Соло тут должен эту гарпи подрезать. Ну что, гарпи, я думаю, вы прекрасно знаете, что это прям... Ну просто... Жесть какая, а не помощь. Гарпию можно отправлять на мид. Нет, артстайл оставит ее здесь, что ли, фармить? Отправь на мид лейн... Сие творение. Пусть идет и помогает Дэнди выфармливать мид лейн. Это же так элементарно. Я думаю, вы знаете, да, прекрасно все про гарпию. Гарпия у нас 140 дэмэджа дает. 140 дэмэджа от... Так, артстайл у нас на лоу хп артстайла дорезали. Ну и в итоге убивают у нас, правда, и Соло. Убивает его все тот же артстайл благодаря своей гарпии. Ну я думаю, про гарпию все прекрасно знают. У нее 50 маны стоит скилл на 140 дэмэджа. И плюс понижение урона. Вот, еще и этот дэмэдж по всем у нас распространяется. То есть гарпия у нас практически бесконечная по своему дэмэджу. Так, лишь рак у нас на мид лейне от Сиома Зе Слеера и Нолана. Шадоу страйк ему в спину. Может даже в случае лишь рака под хвост куда-нибудь. Идис Раптор с андерстрайком. На хосте Сиома Зе Слеер смещается в мид лейн. И Нави начинают привычной для себя манере. Манера под названием «Я играю как...» Ну вы поняли. 600 голды Вега уже выигрывает. По золоту 300 по экспириенсу. Гирокоптер на нижнем лане. Вместе с Санейко пока что стоит Артстайл. Возвращается в лес. У Артстайла уже есть тролльник Романт. Фаник у нас. На топ лейне, кстати, еще и неплохо фармит Фаник. Я думал тут беда, печаль полная будет. Так, маг закрывает у нас в коге Санейко. Санейко не может топнуть фессуру ставить. Все-таки Санейко у нас хвост за магом. У хвоста Рокет Бараш сейчас пройдет. Маг на лох и Пета там пошел от Санейко. Мага разваливает. Ну и Санейко отправляется в таверну. Ну и хвост дальше за Соло. Соло уходит в инвиз. Размен один в один. Офлейнера разменяли на саппорт. А тут в пользу для команды... Для команды Вега пишет нам... Пишет нам Дота. По всем показателям причем. Странно. Вроде оффлейнер. Вроде больше должно было быть экспы у мага. Да и дороже он должен был стоить. Нет, ничего такого. Санейко стоил дороже для команды Вега. Нави по экспириенсу выигрывает 500. В это время Квапа проседает у нас у Дэнди. У Дэнди маны. Кот наплакал. И Соло продолжает просто издеваться здесь над... Над Ченом. Ловит у нас Соло. Вард артстайл поставил. А где вард? Я не вижу, кстати. Только что был вард. Или это у Соло был вард? Да, это Соло имеет вард. А у артстайла варда нет. Ну что Соло стоит дальше. Получает экспун. Он нарезает артстайла. Опять уходит в инвиз. Я думаю, артстайл это немножко подбешивает. Как подбешивает салат и сосиски Никиту Литвинкова. Ну то же самое с артстайлом. Вообще-то он меня немного бесит. Этот соло. Но с другой стороны делать нечего. То есть тратится... В это время у нас все музе-слейера, кстати, развалили на топ-лейне. Фаник плюс Санейко. Тратиться на варды артстайлу при таком вообще денежном недостатке... Тут, конечно, лишнее совершенно. Чен не может себе это позволить. У артстайла ни маны, ни хп, ни фига вообще нет. Один бутсов спит. И если сейчас все деньги слить у нас еще и на центре варды, за вардетями весь лес... Ну это да, это может быть как-то избавит его от постоянного давления соло. Но с другой стороны, не для того артстайл ушел в лес, чтобы деньги тратить на варды. Которые нужны для того, чтобы артстайл нормально стоял в лесу. Это же даже не лайновые варды. Спирит брейкер от Фаника. Скорее всего здесь умирает. Крик от Ноуана. Очень-очень простенько. Ну и Санейко у нас. Глимсует назад А8 из Слейер. Санейко отсюда уходит. В это время Чен забирает Урсу. Где? Где-где-где-где-где? Чен забирает Урсу вот здесь. Кем? Тю. Вот это там надамажило. 4-4 становится счет. Здесь Нави 360. С Урсы подняли. Артстайл с целой толпой. Ноуана не видит. А Ноуан видит. Здесь Санейко. Офизура пошла по Ноуану. Ноуан без блинка. Ноуана развалили. И Артстайл под Сандерстрайком. Но у него есть тролли. У него есть собака. С Сему Зе Слейера можно закрыть и просто с руки расковырять. Ну уже здесь Дэнди. Сплит-еос от Дэнди. Где? Нигде пока что. Ну и Сема Зе Слейер без ТПшки. ТПшку сейчас покупает. Но здесь Чен в принципе дело свое делает. Келлинг спри от Артстайла. Разозлил его видимо Семен. Теперь Артстайл у нас злобу свою вымещает на команде Вега Сквадрон. Конкретно на мейнкере, на мидлейнере и на саппорте. 890 по голде, 870 по экспириенции. У Фанника уже почти есть 6 левел. Почти готов Незерстрайк. У Артстайла 5 с копейками. У Дэнди 6 уже есть. Для Санейко только-только 4. И у Хвоста почти 7 левел. Кулдаун имеется. Флэг Кеннон, Рокет Бараж. В 3 сейчас будет Флэг Кеннон еще и вкачан. Все в принципе ровненько, стандартно по общему скалу. Или Рокет Бараж. А ну-ка посмотрим, как вообще у нас профессиональные хвостокоптеры качаются. А может и не будет никакого 7 левел для Хвоста. И скорее всего. Хвост у нас отправляется в таверну до того, как получает 7 левел. Быстро с ним справились. Просто не почувствовали. Дезраптор забирает этот кел. Мак ворвался на хукшоте. И Хвосту не посчастливилось. Потому что Хвост слишком нагло себя чувствовал. Он знал, что никого нет на линии. Он знал, что Мак куда-то отошел. И вряд ли Мак сунется у нас на триплу героев команды Нави. В это время еще и Квапа у нас лишь Рока забирает. Вы что шутите? 6-6 становится счет. Погоня за Квапой от Санейка. Ну у Квапы есть Блинк. Ноуан уходит через 2 секунды отсюда. И манал он вообще все эти драки. Так, Мэджик Вонт, Нул Талисман, Боттл. Все это для Ноуана. Мидлейнер команды Нави. Дэнди. Есть Аркан Буци. Есть Нул Талисман. Есть Боттл. Кстати, Дэнди так по Нетворцу прилично. Если бы не этот килл от Квапы, то Дэнди, я думаю, был бы впереди. У Квапы так 3000 и 2800 для Дэнди. И 3450 для Гирокоптера. Хвост отправляется в МИ. Объяснись. Саша, объяснись. Соло поймали. Соло разваливают. Соло уже не так просто. Артстайл все-таки раскошелился у нас на варде. Понял, в чем секрет успеха. У Артстайла 2 Кентавра. Это значит, что у Артстайла 2 хороших стана. По 2 секунды. Нет, по 3. По 3, по 3, по 3 секунды. Ого. Серьезные ребята. 6 секунд в контроле можно держать у нас любого героя. Ну и Артстайл с ребятами, я так понимаю, на мага решил выбраться. Незерстрайк есть у Спирит Брейкера. Еще и Галима взял. Еще один станчик на 06. Если что, сбить ТП. Вдруг. Будет кто-то юзать. Фаник вообще оставил сложную линию у нас саму по себе. Это все для фарма соло. А сам смещается у нас на линию к хвосту. До недавнего времени. Теперь у нас... Да, хвост здесь и есть. Хвост, Санейк, Артстайл. И недалеко у нас находится Фаник. Бэт Фаник обмедлый. Разгон пошел у нас по Сиоми Зе Слееру. Климс успевает у нас дать Сиома Зе Слеер. Но Дэнди вдруг здесь развалит его без вопросов. Ну что, фиссура у нас по магу. До того, как маг закроет в коге, надо валить отсюда Дэнди. Мага убьют. Должны, по крайней мере, 9-6. Даблкилл от Дэнди. Нави по всей карте начинает веселиться. И Фаник. Тут просто медвежью услугу оказал своим тиммейтам. Сиома Зе Слеер. Фаник, во-первых, дал стан. Во-вторых, дал дополнительно еще и демэдж. По Сиому Зе Слеер. И после этого его отправляют вниз. То есть Сиома отправляется в Таверу, а Фаник отправляется назад. То есть такой ТП в два конца. Короче говоря, на ура просто. По калденаме выигрывают 3 500. По экспириенсу 1500 тоже в пользу команды Натус Винсер. Фаник отправляется на базу. Сейчас через Чарджер в Даркнесс побежит у нас, скорее всего, на мидлейн. В общем-то, Соло, да. Это просветит Соло. Все правильно, да. Фаник бежит у нас на Соло. И Дэнди должен уже подпушивать чуть-чуть. Санейка здесь. Хвост далековато. Где Дэнди? Дэнди на топ-лейне. Ладно, побежал Фаник. Остался в елках. Не добежал до Соло. А можно было. Соло был в инвизии. Соло здесь к артстайлу палец. Артстайла, правда, варда нет. Где-то же здесь есть варды. Где они? Где-то стояли. Вот здесь стоял вард. Сюда Соло вряд ли сунется. И Соло просто ходит рядом с артстайлом и бесит. Теперь при наличии Нуана и Соло у нас достаточно серьезной фигурой стал. Быстренько врып у нас от попы. Соник Вейв задули и 988 золота зарабатывает команда Вега Сквадрон благодаря треку, который уже имеется у Соло. Ну и 480 экспы. Тут, конечно, Вега все отыграть смогут. Если более-менее удачные файты будут от них плюс треки, это все, конечно, экономическую ситуацию решит 100%. Разгон на Пашу. Здесь находится у нас уже Санейка. Будут вдвоем пытаться развалить Пашу. Врыв на Пашу. Паша у нас включает ульту. Паша готов драться ульта от Фанника. Паша не разворачивается. У Санейка уже есть тотем. Но здесь Пашу, конечно, закайтят, застанят. И Санейка тут чуть лицо не потерял в этом файте. Соло. Трек на Санейка. ТП от Санейка сделать вряд ли сможет. Маг уже здесь. У мага нет хукшота, но у него есть коги. Стан по магу. Эхо-снайм от Фаника. Статик Шторм под ноги в Фаннику. Глимсует еще и назад Санейка. Ну, здесь два игрока команды Нави отвалятся. Просто моментально. Ну и Дэнди пошел гореть. И, по-моему, это не лучшее решение для Дэнди. А может и убьет. Может и убьет. Сгорает здесь Сёма Зе Слеер. Ну и уходит отсюда Соло. Нет, не Соло. Уходит отсюда. Кто-то ушел, короче говоря. По-моему, Клок ушел, да. А вот Дэнди здесь и остался. И под треком еще остался. Три килла от команды Вега Складрон. 614 голды получает Соло. Нави просто рассыпаются. 2600 Вега в этом файте по золоту. 2300 по экспириенсу. Я думаю, что Нави доигрались. Чен сыпется у нас во вражеском лесу. Еще один килл под треком. Еще один килл под треком. Соло просто богатейшим будет в этой игре, так как Нави льются. У Соло уже готова Мека. У него есть Урдов Шадоуз. У него есть Аркан Буцион на втором месте. Хвост всю игру фармил. И Хвост еле обгоняет у нас Соло на 500 копеек всего лишь. Это Соло, который стоял в лесу в первые минуты и вообще ничего не делал. Который просто стоял рядом с Ченом в ожидании того, что со стола упадет кусочек недоеденной краковской колбасы. И он сможет подобрать его съесть. Собственно, дождался. Дождался до того момента, когда вот он уже обгоняет Клопу. Он обгоняет Мидлейн Дэнди. И к Хвосту приближается вплотную. Это еще за Хвоста Соло не взялся. Жесть полная. Ну и по артефактам. Посмотрите, у Баунти Хантера есть Урнов Шадоуз. У него есть Аркан Буцион. У него есть Мека. У него есть Торпов Вино. Фанник, если убежит, то Хвоста, я думаю, что Соло развалит. Он знает, что здесь... А, кулдаун уже готов. Кулдаун готов. Ну и все, Хвоста развалили. Глимс назад Хвоста. Залили его. Дизраптор забирает этот фраг. Все это, опять же, под треком. Денег 927 за одно убийство. Сейчас будет 11-й левел у Соло. Потом будет 16-й. Нави. Уже, мне кажется, узнают. Звонят по телефону. Узнают, кто там на Вайлдкарте у нас есть. С кем придется драться. Санейка закрыли в Коге. Батриас Ауто Клокверка. Санейку не дают вообще ничего сделать. Макросыпался. Паша ловит у нас Незерстрайк от Фаника. Паша догорает. Даблкил от Дэнди. Дальше за Соло. Может быть, и Соло заберут. Сплитес у нас от Дэнди. Ну и Соло здесь должен сгорать. Нет, не сгорает. Не сгорает Соло. У Соло просто понт вообще ХП. 30 ХП у Соло. И хватило Ренжи ему, чтобы вне зоны досягаемости пульс новой оказаться. 942 зарабатывает Нави за 2 фрага. За фраг на мейнкере и на оффлейнере. А там просто за одного кого угодно. Вегас только зарабатывает. Ну и, пожалуйста, по голде. Выигрывали Нави 4,5. Теперь только 4 по экспириенсу. Выигрывали Нави 1,5. Теперь в ноль. Просто в ноль. Надо было Баунти Хантеру дать необходимое время, чтобы расформиться, а после расформить всю команду. Ну и Нави позволили Баунти Хантеру это с собой сделать. Яша у хвоста будет готов через 330-325 золота. Блэйда Фалакрити уже есть. Так, Ринго Факвила также есть. Фейс Буци, Брасер и Доминатор для хвоста. У Шейкера 1200 на руках. Еще 1000 у Сенейка надо до Даггера, Солу Ринга и Транквилл Буци. У Лешрака. Ну что, у Лешака, у Лешака до Виталити Бустер. Еще необходимо насобирать 400 золота. Ну и так Дэнди, в принципе, с Бладстоуном уже будет. Поздновато будет на самом деле. 17-ая минута, это достаточно долгий тайминг. Ну и Чен у нас без Мекки пока еще. Ну, 450 голды до рецепта надо нафармить. Есть Аркан Буци также для Артстайла. Со стороны команды Вега Складрон. У Сема Заслайера вроде бы как ничего и нет. Блэйд Мейл есть уже у Мага. У Сола появляется еще и Медальонов Кураж. Солар Крест, я думаю, в конце концов появится. У Урсы Рингов Базилус, Мордип Маск и ничего интересного тоже. Ну и Но Ван. Но Ван уже почти с Аганимом. Осталось всего лишь 300 копеек насобирать до Аганима Но Вана. У него есть Боттл, при этом у него есть Пауэр Трэдс. То есть это не голый Аганим. Дэнди под треком уходит отсюда. Уже как-то Нави понимает, в чем траблы и почему они начинают проигрывать. Куда ты, Фаник? На Туплейн перемещается у нас Фаник. Кстати, Фаник... Фарму тоже не очень так впечатляет. Фаник четвертый с конца, бестов 7. Ну то есть топ 7. Это как бы плоховато. Ну и 900 голды есть у Фаник, а Глофс оф Хейст приобретает себе Глеб. Я так понимаю, будет готовиться в... Точнее, готовиться выйти в Мидас. Есть у него просветка, если... На случай, если в Соло, например, он побежит. Вот, ну и так-то спиритбрейкер 10-го левела. В общем-то и неплохо. Квапа 13-го, 11-го Дэнди, 10-й Хвост, 10-й Фаник. Ну а дальше 9-й, 9-й, 8-й, 8-й. По... По... Экспе только хотел сказать, что равная ситуация. Но вы видите, по графикам она не просто равная, она идеально равная. Ну и по золоту Нави впереди. Круто. Это при том, что по фрагам счет практически одинаковый. А Вега половину своих фрагов сделала по трекам. Ну, Нави формят поинтересней. По Нетворцу. Первое место Хвост, второе место Дэнди. То есть, как только у нас Соло слазит с команды Нави, Нави распрямляет плечи и могут позволить себе вырываться вперед. У Нуана 7000 есть уже Аганим. Кстати, в масс-файтах вот команда Нави, мне кажется, более функциональной. Потому что здесь есть те, кто могут катки переворачивать. Это Герокоптер, это Шейкеры. Чей Эхо Слэм во многом может зарешать. Со стороны команды Вега Складрон тут более всю ситуативную. Так, разгон у нас пошел в Соло. Просветка есть у Фаника. Глимс у нас по Фаннику. Вот бы БКБ Фаннику получит. Санейка. Эхо Слэм не жалеет здесь на Баунти Хантера, потому что он просто всех задолбал уже этот Баунти Хантер. И улетает отсюда Маг, насколько я понимаю. Кто-то, короче говоря, улетает, по-моему. Нет, Маг вряд ли. Маг где-то здесь тусуется. Это не Маг, это у нас улетал... Семен. Нави выходят на Т2 и забирают его без проблем. Можно перемещаться на мидлейн и тоже там забирать Т2. В принципе, ничего-то толком не потратили. Диаболики уже откэдэшили сюда, инди. Разворачивается Нави и уходят отсюда. Уходят на топ-лейн. Время у нас Паша. Наваливает по Санейка. Ну, Пашу раскайтят. И, кстати, заметьте, что происходит. Они взяли Урсу, а Урсу реализовать у них не получается. Потому что его просто кайтят, как... Я не знаю, как слепого котенка от него. То в одну сторону, то в другую. Там похлопали, тут похлопали. И Урса не знает, за кем бегать. Ловим муха, не нас. То есть Урса у нас не удел вообще. 0-5 Урса идет. Какие вообще дела? Забудьте. 0-5 идет Урса. Насмотрелся на хвоста в прошлой катке. Ну, и Спиритбрейкера, конечно, потеряли. Но при этом забрали мейнкерри. Чем сильнее гнобят Урсу, тем лучше для команды Нави. Спиритбрейкер второй с конца. Позор-позорище. Так, Пайт у нас пошел на мид лейни. Закрывают Дэнди в Кенетик Филд. Сандерстрайк по нему. Дэнди это не останавливает. Его даже трек не останавливает. Его даже не останавливает, потому что он в соло на хэкграунд вражеский идет. Фаник, побежал уже. Фанику надо поаккуратнее быть со своими желаниями. То есть врываться в толпу игроков команды Вега, это не лучшее вообще решение. То есть где-то там, когда Фаник порвется не на Пашу, например, а Паша развернется и начнет бить Фаника в это время, я думаю, Фаника может и не остаться. Ну что, пошел у нас врыв благодаря хукшоту от Мага. Дэнди выходит у нас из скоков. Но дальше Дэнди тут не прошел просто. У хвоста. Флэккэнон еще действует. Мага должен разваливать. Да, Мага видит. Убивают Мага. Убивают также у нас Урсу. И Сёма Заслеер сам себя закрывает кинетик филдом и старик штормом. Санейка в итоге сливают. Пока что драка 3 в 2. Нет, 3 в 3. Дэнди у нас просто быстренько отреспаунился. Ну и 3 в 3 закончили. Байбэк еще и от Соло. Зачем, правда, непонятно. Его личное дело, в принципе. Нави в итоге оказались в плюсе по золоту 622. И по экспириенсу 2800 против 1250 от команды Вега Складрон. Ну что, Нави по голде выигрывают 4. По экспириенсу тоже порядка 4000 в пользу украинского коллектива. Видно, что они немного подсобрались. Подзатянули ремни и готовы к нормальной доте. Они к тому... Не к тому, я не знаю, кстати, литературного слова. Я построил предложение. Что-то они показывали в первой игре, что я не могу озвучить в прямом эфире. Так примерно хочется отзываться о той игре. Все, Нави, в принципе, набирают преимущество по золоту. Теперь у Веги вопрос, как реализовать Урсу. Урса у нас 0.6 идет. У него есть даггер, у него есть обычный тапок, базилка и мордеб маск. То есть Паша совершенно здесь не... вообще неиспользуемый. Как минимум по назначению. Так-то Нави пользуется им ой-ой-ой, как простенько. Фаник разгон в Сему Зе Слеера. Глимсануть не успели у нас Сему, а лучше бы дал себя Фаник. Кстати, Глимсануть быстренько надавал бы Семик, вкастовал все необходимое. Сему выталкивают вниз. И Сема, статик шторм снизу. И здесь его нейтралы забирают. Только как не поперло. Тут своим же оружием Фаник испортил всю движуху. Ну, Сему убили. Ну, правда, нейтралы убили. Ну, от этого, в общем-то, Нави минус есть, но небольшой. Ну и важно, что Соло опять наказали. Соник вейв от Квапе. Просто, между прочим, так. Представляете, как Квапа кричит просто, вы куда? Громко-громко. Фанику досталось. Ну, и отца Фаник, в принципе, здесь может. Сонейка у нас на хай-граунде. На случай, если команда Вега-Сквадрон решится подойти с КГ и нырнуть сюда в рожь. В принципе, даггер есть. Я хастайм вот-вот откатился. И шейкер готов к врыву. А вот команда Вега-Сквадрон даже и не думала об этом. Они на Рошана и не планировали подойти. Нави здесь все завардели. Вега без вардов здесь. Опять Фаник у нас куда-то несется. Куда ты прешь, блядь? На мидлейн у нас Фаник. Он просто неугомонный. У него хенд оф мидас все-таки собрался. Теперь будут, возможно, капать деньги на какие-то нормальные артефакты. Не из комиссионки. Ну и будем надеяться на появление БКБ. Потому что то, что делает Спирит Брейкер, обычно смотрится, ну, не очень. Первый, второй раз еще неплохо смотрится. А после этого... После этого... Что я? Да, первые пару раз это смотрится интересно. Когда он подбегает, его глюмсуют на 4 километра назад. Но как-то после 3-4 раз уже и не очень. Уже как-то и скучновато все это выглядит. Фанику надо подумать о безопасности своей. То есть БКБ, который позволит хотя бы глимс отменять и файте участвовать. С той скоростью, с которой Спирит Брейкер врывается в файт. Когда его глимсует, он слишком далеко у нас уходит. Фаник опять на ХГ не пошел. То есть провязал, отменил. Провязал, отменил. Круто. Эхо слэм от Санейка на хайграунд. Статик Шторм у нас по Фанику. Соло уходит отсюда на ЛОХБ. Хвост дерется. Ну и Паша врывается у нас в толпу. Куда ты, родной? Пашу просто разорвало здесь. Соник Вейп офигительный вообще. Отклопы по троим. Дэмэджу очень много команде Нави на него. Соник Вейп. Но в принципе Нави вчетвером живы. Команда Вега Складрон потеряла троих. Три в один файт. Потеряли Соло. Значит никто тут треки не давал. Ну и потеряли Мага. Потеряли Урсу. Урсы 0.76. И опять где-то у нас эта корова орет. Опять Спирит Брейкер у нас куда-то понесся. Фаник на нижний лайк. По итогу этого файта Нави зарабатывает 1900 голды и 4600 экспириенсов. Что, Спирит Брейкера. 2200 по голде. На руках в принципе Фанику уже можно хотя бы какие-то запчасти под БКБ собирать. У хвоста тем временем уже есть БКБ. Уже есть Энжин Яшик, Омав Доминато, Рингу Факвила и Фейс Буци. Ну и 1800 на руках для хвоста. Пора подумать о дэмэджи. Пора собираться в Манки Кинг Бар. Лишак в это время с Бладстоуном. С БКБ Дэнди, кстати, отыгрывает на 5 с плюсом. Да, поначалу его гнобили. Да, он был не очень интересен как главный убийца в составе команды Нави. Но со временем все, в общем-то, на свои позиции вышло. И Дэнди теперь как серьезный снаряд с радиоактивным каким-то горючим. К нему близко подходить вообще запрещено. Всей команде Вега Сквадрон. Особенно Паше. Паше вообще выходить с хайграунда запрещено. Посмотрите на счет. 0-7-6. Не перестаю удивляться. Эко-дива. Урса никого не убивает. Врыв у нас от Ванников Соло. Разворачивается на Аквапуг. Папа у нас под кулдауном. Папа делает ТП-аут. Ракета полетела по Аквапе. Соник Вейв у нас от Ноуана. В таверну отправляется Ноуан. В таверну отправляется Мак. В таверну отправляется Паша. Я... Паша, мне больно. Вот в данном случае. Ну что, ГГВП. Нави задавили команду Вега Сквадрон просто морально. Они разнесли их в пух и прах. И показали, что вопрос захода на хайграунд. И вопрос снесения к чертовой матери всех строений на хайграунде. Это дело времени. Так что Вега решили. Они, ребята, деловые. Они серьезный коллектив. Они решили это время не тратить. Перегруппироваться. Передумать касательно своей тактики. А у Соло нет компендиума. И у Санейка нет компендиума. Наверное, это принципиальное решение. Или я не знаю. Или кто-то у нас слабо зарабатывает на стримчиках. Добро пожаловать к нам. Ну что, Соло со своей командой сливает вторую катку. Счет становится 1-1. И фактически у нас впереди Бест-Оф-3. Нави против Вега Сквадрон. Болеем за всех здесь. Потому что неважно, кто бы здесь выиграл. Своего делегата от Европы. СНГ комьюнити уже в Сиэтл на Интернешнл отправляет. Все. Услышимся через 5-6 минут. Пока пересоздается лобби. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Буду вам рад здесь неимоверно. Микрофон на друг. Студия Игрокам ТВ. До скорой связи.